Всем привет, с вами Максим. И сегодня мы решили обсудить на нашем канале интересную тему, которая, ну, в принципе, максимально интересует всех людей, подписчиков нашего канала. Это как поведут себя цены на стройматериал в 2018 году и когда следует их покупать. Итак, поехали. Первый сюрприз, который ждет Белгородца в следующем году, это рамки высового контроля. На чем это отразится? Это отразится на стоимости доставок всех почти стройматериалов. Самое главное, это доставка бетона. Люди привыкли считать ее 500-400 рублей. Но, я думаю, такого, наверное, больше не будет. Это, ну, как, в Белгородском районе точно. Уже в этом году мы столкнулись в Яковлевском, Шубекинском районе о том, что стоят рамки весового контроля. Ну, это стоит камера, проезжает вертушка, ее взвешивают, и сегодня перегруз владеется у этой машины. Прилетает 300 тысяч, и еще тому прилетает, кто загрузил в эту машину этот, ну, перегруз. Поэтому этого больше не будет. И стоимость теперь на доставку, например, завода ЖБК-1, ну, на какой-нибудь Шубекинский район, будет стоить, ну, как и раньше, это стоило 1000 рублей кубический метр. Ну, потому что ехать далеко там, 800, допустим, рублей. 5-600, это стоимость машины при цене 800 рублей в ближнее, куда-то, в Шубекинский район. И 5-600 мы эти будем делить не на 7 кубов, как раньше, а на 4. Поэтому стоимость доставки приближается 1500 рублей за кубический метр. Это будет такая хорошая плюха. Ну, я думаю, люди оценят, особенно весной, ну, или когда они там раскачаются, то просохнут. Это будет достаточно прикольно. Следующий нюанс. Это также коснется песка. Песка коснется в каждом районе, потому что, в принципе, у нас один карьер. Это, ну, в Шубекинском районе он находится, и там стоит как раз рамка. Все КамАЗы, которые раньше возили вам сюда песок, ну, стоимостью 5000 рублей, они сюда привозили 10 кубиков. Такого больше не будет. Теперь тот же КамАЗ привезет там максимум 6 кубиков. Никто рисковать не будет. Даже вам, скорее всего, загрузят 5. Поэтому это уже идет подорожание на песке. Подорожание на доставке бетона. Если вы собрались только строиться, ну, остается вас поздравить. Вам придется еще немножко поработать. Или там дополнительный кредит взять. Следующий нюанс, это для бетона особенно касается. Это в некоторых районах просто отсутствует щебень. Закрытие продажи украинского щебня. Ну, и отсутствие железнодорожных путей для подвоза сюда российского. Поэтому в некоторых районах там, ну, не буду говорить, вообще отсутствует щебень. Нет его. Даже, ну, как, если вы готовы заплатить, вы богатый человек, вам наплевать, сколько стоит щебень. Так вот, его нет. Тонаром его не привезешь уже. Ну, из-за рамок весового контроля. Поэтому это будет еще одним таким прикольным нюансом. Ну, я думаю, может быть, проблема это как-то решаться. Но поживем, увидим. Ну, из остальных ценных моментов, ну, насколько мы знаем, будет новое подорожание акцизов на бензин, там, водуные вещи. Скорее всего, опять там какая-нибудь электроэнергия подорожает. И, ну, скорее всего, ничего дешеветь не будет. Все немножко накатится. Итак, когда же покупать материалы? Ну, по стандарту, если вы строитесь сами, не без привлечения подрядчиков, там, фирм, там, под новых вещей, ну, вам лучше покупать всегда было материал в феврале. Но в этом году есть один нюанс. В нашей фирме есть статистика, что перед любыми выборами, я не имею в виду выбора президента, ну, губернатора, депутатов или еще каких-то там вещей, всегда происходит хайп. Люди берут свои деньги и не знают, что им купить. То ли доллары, то ли биткоины, то ли там еще что-то. И они начинают бегать, суетиться и покупать, скорее всего, стройматериалы по старинке. Поэтому в этом году, я думаю, если вы думаете, что в этом году, в феврале, понизится спрос на стройматериал, и вы купите, и все будет отлично, ну, я думаю, скорее всего, вы не правы. Вы же понимаете, спрос разжает предложение. И если спрос будет максимальным перед выборами, то материал, скорее всего, начнет дорожать. Поэтому, может быть, вам стоит подумать об этом немножко раньше, а не когда все побегут покупать стройматериалы. И еще один нюанс. Если вы строитесь самостоятельно, то вам действительно стоит покупать стройматериал. А если вы просто человек, собираетесь все-таки нанять подрядчика, ну, вам не нужно покупать стройматериал, вам нужно напрямую идти к нему. Потому что, скорее всего, я сейчас не про нас говорю, а про любого подрядчика в любом городе. Вы понимаете, что для юридических лиц существует другая цена, другой прайс. У них даже отдельный вход во многих серьезных компаниях. Физики заходят в одну дверь, юрлицы заходят в другую дверь. Там абсолютно другие цены. Поэтому, если вы все-таки собираетесь найти подрядчика, если вы купите сами стройматериал. Я сейчас не говорю про каменщиков, а про подрядчика, который будет следить за вашим объектом, заставлять материалы, заниматься, составлять акты, представлять вам все эти документы, он все равно вам включит к вашим материалам тоже добавочную стоимость, ну, минимум 15%. Но вы на этом потеряете. Потому что, вы понимаете, у подрядчика другая стоимость. Даже если вы там торгуетесь, как на китайском рынке, вам никто не даст в порога скидку, которую имеет любое, в принципе, юридическое лицо в вашем регионе. Это практически сто процентов. Поэтому, вам лучше заключить договор заранее. И люди сами купят вам материал дешевле, чем вы сможете его купить сами. Поймите правильно, это реальная экономия, причем ваших денег, а не наших. Мы все равно свои деньги туда потом включим, а вам придется доплатить. И получается, еще мы сталкивались с таким моментом. Люди, которые покупают материал, ну, в некоторых компаниях с не очень здоровыми, там, коммерческими интересами, сложность, вот, отпускают пишутся люди, которым мы помогали забрать стройматериалы, которые мы купили зимой у некоторых компаний. Потому что всем приятно получить ваши деньги, положить их материалы, а потом, ну, ну, все это может вылиться в то, что вот мы начинали один дом в этом году, который лично ездил и просил директора, чтобы нам отдали наши стройматериалы, которые, ну, не мы купили, а купил наш заказчик. И динамили где-то приблизительно три недели. Поэтому будьте аккуратнее. Доверяйте проверенным, не доверяйте непроверенным. Ну, не рискуйте. Удачи! Всем пока! Подписываемся на канал, жмем лайк, и вам будут приходить оповещения о наших новых видосиках. Всем пока!